Господи, Сил, с нами будем, и таково разве Тебе, помощником скорых невиномы. Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и Божие благословения пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира о Духе Святом. Доброго всем дня! Мы с вами идем путем рождественского поста. И одна из важных задач на этом пути — собрать духовные сокровища, которые нам предлагает Церковь. И я предлагаю вам начать такой духовный эксперимент над собой, над своей жизнью и пригласить в удивительное путешествие. Так получилось, что когда-то я услышал об опыте отца Даниила Сысоева, который очень любил священное писание. И вот он своих прихожан приглашал в такое кругосветное путешествие. Собиралась группа, и они давали прям как обед, что вот мы на протяжении такого-то периода, например, Великого Поста, прочитаем весь Ветхий Завет. И собиралось 10-15 таких назареев решительных, которые готовы были это обещание Богу дать. И все свободное время, отключаясь от телевизора, от бесконечных форумов, лент, движений в сетях, от суеты, они посвящали чтению Священного Писания. И каждую неделю отмечали, что вот они проплыли столько-то островов. Такая карта у них была, там остров Бытие, Исход, Левит, Числов, Трозаконие, Пророки. А народ потихонечку подтягивался к этим подвижникам. И получалось очень полезно. И вот услышав об этом опыте, он мне очень понравился. И с начала Рождественского Поста мы с нашими прихожанами, сотрудниками, добровольцами, ну все, кто находится в нашем информационном поле, взяли на себя такое послушание. Читать Священное Писание Ветхого Завета. А перед этим мы сделали небольшое исследование. Нескольких десятков человек церковных мы опросили, а прочитали ли вы в жизни хоть раз полностью Священное Писание? Ни один человек не прочитал Священное Писание целиком. Представляете? Представляете, какая-то духовная катастрофа, что ведь Бога нам дана заповедь полюбить, возлюби Бога всей душой, всем сердцем, всей мыслью своей, всей волей своей. А как полюбить того, которого не знаешь? А как узнать, если нет любви к Священному Писанию? Или любовь, она такая неполноценная? Часто люди приходят и жалуются на бесчувствие сердца. Вот так говорят, я умом все понимаю. Я понимаю, что так надо делать, я не делаю. Или наоборот, что так не надо делать, я все равно делаю. Или я хочу Бога попросить, и вроде читаю молитвы, но понимаю, что Бог не слышит. Да потому что Бог, Он смотрит не на форму, которую мы произносим словами, а Бог смотрит на сердце. Из сердца исходящая молитва, она входит в ушица Господу Богу. И вот как раз, чтобы сердце стало чутким, необходимо читать Священное Писание. И вы представляете, насколько это удивительное приключение, когда мы, запасаясь усердием и постоянством, проходим от сотворения мира, и так идем постепенно сквозь все события Священной истории до Рождества Христова. И каждый воскресный день на проповеди я начинаю со слов «Дорогие братья и сестры, а где вы сейчас находитесь?» И они говорят, мы вот здесь, мы это читали, мы такой эпизод прочитали. И возникают общие темы для разговоров. Священное Писание, оно дает потрясающую почву и информацию, даже так не сказать, мысли для проповеди, для бесед, для духовных размышлений. Потому что и у самого возникают какие-то вопросы, вопросы к Богу, вопросы, которые вызывают беспокойство, что как так? Начинаешь думать, начинаешь читать толкования, и решаешь эти сомнения, и помогаешь разрешать их у своих подопечных. Я вас приглашаю, дорогие мои, давайте какое-то время своей жизни посвятим чтению Священного Писания, начиная от начала. Вначале сотворил Бог небо и землю, и пройдя через весь блок книг Ветхого, Нового Завета, закончим откровением Иоанна Богослова. Я уверен, обязательно через это мы получим духовный плод. Господь, Он очень щедрый и очень благодарный. Если Он увидит в нас любовь к тому Духу жизни, который находится в Священном Писании, к Святому Духу, то Господь обязательно вознаградит каждого по сердцу Его. Помогай нам всем, Господь! Господь, сил, помилуй нас!